Приветствую вас. Я думаю, что первое, что я вам скажу, это то, что вы написали по поводу однолюба. Понимаете, как бы ваш муж, он не однолюб, хотя бы потому, что сперва встречался и жил с одной женщиной, теперь вот он с вами. То есть это не однолюбство. Совершенно ошибли. Поэтому вот насчет однолюбства я полагаю, что здесь ситуация такова. Вы знаете, я не разделяю мнение своего коллеги Кудрючева Игоря Леонидовича, хотя в целом оно мне импонирует по поводу того, что у мужа травма и что именно эта травма дает о себе знать. Да? Вот. Потому что любая травма, она создает комплекс, комплекс, комплекс. И любой элемент, который человеку встречается в жизни из этого комплекса, он запускает весь комплекс в целом. Поэтому, с этой точки зрения, реакция вашего мужа на эту ситуацию, это не означает, что у него есть чувство к жене. Но достаточно означает, что его это очень сильно заделает, что у него не отболело, это вы правы. Я думаю, что поговорить с ним, если вам хочется, вы можете. Потому что, ну, как-никак, все-таки вы не совсем чужие люди. Вот. И, как-никак, все-таки вы друг для друга, я полагаю и надеюсь, что-то значите. Вот. Поэтому, поговорить с мужем вам вполне себе можно. Вот. Я вот не думаю, что в этом есть что-то плохое. Да? Другое дело, другое дело есть, что необходимо соблюдать определенные рамки, определенные границы. То есть, не заходить за пределы границ, не выпытывать, не давить на мужа, да? Не пытаться что-то у него, именно вот, такое, такое, конкретное, прямо выяснить, да? Прямо выяснить, прямо выпытать. Вот этого делать, наверное, не стоит. Вот. Вот этим вы его от себя только лишь ополкнете, это совершенно очевидно, на мой взгляд. Вот. Поэтому, именно здесь, именно здесь, именно в этом, я думаю, что есть такой нюанс. То есть, нет ничего плохого в том, что вы, будучи для него родным, я надеюсь, ну, или, по крайней мере, близким очень человеком, да? Нет ничего плохого в том, что вы его поддержите, что вы спросите его о том, почему он так вот отреагировал и что за этим стоит. Вот. Я не думаю, что это прямо вот, знаете, что-то прямо такое вот дурное, честно. Я не думаю. Не думаю, что это прямо вот, ну, что-то ужасное. Вот. Единственное, единственное, что, вот, единственное, что, что делать это нужно очень осторожно. Вот. Потому что, если вы не будете делать это осторожно, то мужчина может это отпугнуть от вас. Ну, отпугнуть, отвратить. Или он, например, перестанет, допустим, вам доверять. Вот. То есть, это вот такая история. Очень важна, и очень важна, точнее, и субъективная позиция ваша по данному вопросу. Что это значит? Что такое субъективная позиция? Субъективная позиция, это означает, что, для чего вы хотите, вот, собственно, с будем поговорить. Да? Только честно, только честно. Для чего вы хотите с ним поговорить? Зачем вы хотите с ним поговорить? То есть, вы хотите что-то прояснить, например, для себя? Вы хотите что-то прояснить? Или вы хотите что-то прояснить именно ему помочь? Именно ему помочь для вас, вот, как у любящей женщины, например, да? Появилось вот это вот желание, желание ему помочь. Понимаете? Если вы хотите это, если вы делаете это для себя, если ваша цель сделать это для себя, именно. Ну вот, мне, мне видится здесь, конечно, негативная тенденция, да? Потому что, ну, вот, если вы сделаете это для себя, если вы будете это делать для себя, вот, то мне представляется крайне негативным этот момент. Мне представляется крайне негативным этот момент, потому что, получается, да, ну, в таком случае, просто получится, что вы делаете это именно для себя. А не для него, вот. И, на мой взгляд, это неприемлемо. Вот. Что, собственно, и является, как бы, проблемой, да? Я, почему, вот, вам, вам, коллеги, значит, пытаются донести, что вы не можете быть психологом для своего мужа, потому что это вот, очень, очень легко из этого, ну, из этого разговора просто будет какой-то такой, знаете, ну, конфликт. Получить. Получить. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, если это, конечно, является вашим вопросом. Потому что мне так же, как и коллеги, кажется, ну, как коллега Кудрячева и Игоря Леонидовича, кажется, что вы здесь боитесь, боитесь чего-то, да, боитесь того, чего он от вас, например. Например, уйдет и так далее. Вот. Что касается того, как себя вести и как поступать, да, то здесь очень важна цель. Вот. То есть, как поступать и как себя вести, чтобы, чтобы что по итогу получить. То есть, очень важно понять вашу цель какая. Точнее, исходя из цели можно будет вам давать какие-то рекомендации. Но для начала было бы неплохо, если бы вы сами для себя определили бы, возможно, с помощью психолога свое отношение к тому, что происходит. Вот. Такой, такой вот момент. Когда вы говорите, что бывшая жена настраивает свою дочь против вас и слава богу, что вы с ней не общаетесь. Вот здесь есть элемент страха, возможность чувства вины. Вот. Может быть и нет. Может быть и нет. Может быть и нет. Может быть и нет. Может быть что-то другое. Но мне так видится. То есть, вас это задевает. Скорее всего. Скорее всего. Вот. Не может, конечно, не задевать. Это понятно. Не может, конечно, не задевать. Но причина, при которой вас это задевает, требует своего внимания. Вот. Понимаете? Такая вот история. То есть, цель. Цель. Какая цель? А цель зависит от вашего субъективного восприятия данной ситуации. Вот. Это то, что я могу вам рассказать. Это то, какой ответ я могу вам дать. Исходя вот из того, что вы написали. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.